Здравствуйте! Это Хлебный край. Программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. В конце 2015 года президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности страны. По оценкам экспертов, особое внимание в этом документе уделено мерам, направленным на обеспечение продовольственной безопасности. Они включают в себя ускоренное развитие и модернизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка. Важную роль в числе предложенных мер отводят расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки сбыта продукции. Одним словом, определены направления повышения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. Какие перспективы для Алтайского АПК могут открыть новые экономические условия? Поговорим об этом с экспертом. Сегодня у нас в студии директор Департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты Юлия Пономарева. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, мне ваше мнение сразу же интересно узнать. После смены экономической формации в 90-е годы на Алтае, конечно, многие стали сожалеть, что почему мы не добываем нефти или угля? Сейчас достаточно серьезные перемены. Как вы считаете, закончилось ли для нас время вот этого сожаления? Вы знаете, на мой взгляд, не все, конечно, сожалели. Сожалели в большей степени те, кто не знал, не хотел и не мог работать, наверное, самостоятельно. Ведь почему у нас получился спад в сельском хозяйстве в тот период времени? Потому что мы в первую очередь потеряли государственный заказ. Сельхозпроизводители потеряли государственный заказ, а работать в рыночных условиях, найти рынок сбыта не смогли. То есть не умели. Нас на тот момент никто этому не научил. Все-таки, на мой взгляд, большинство нашего местного населения привыкло, умеет и может работать. И поэтому мы сейчас и пришли к тому, к чему мы пришли, что мы перестали думать о вышке, а взяли себя в руки и начали работать. Ну, конечно, здесь большую роль сыграло то, что государство оценило все-таки полноценно наш регион, поняв, что мы одни из крупнейших регионов России, которые могут развивать сельское хозяйство, могут обеспечивать не только себя, а Россию в целом и поставлять на экспорт продукцию. И большую роль в развитии сыграла господдержка. Мы прекрасно понимаем, у нас такие площади, у нас такие прекрасные почвенные погодные условия. Зачем нам вышка? Мы и сами можем развиться, имея то, что есть. Главное – хотеть и уметь работать в этом направлении. Вот скажите, пожалуйста, какие сегодня тенденции просматриваются в алтайской экономике и какое место в этом случае занимает аграрный бизнес? Ну, если говорить об экономике региона в целом, то я думаю, что мы будем развиваться. То есть у нас есть преимущество перед другими регионами России, на мой взгляд, то, что мы не имеем каких-то больших кредитов и долгов. Мы не привыкли получать полноценные субсидии и жить только на субсидировании. То есть все равно мы привыкли работать сами, зарабатывать сами. Это раз. Во-вторых, мы, как я уже повторюсь, оценили свои преимущества. То есть вот та ситуация экономическая мировая, российская, которая сложилась, она поспособствовала алтайскому краю подняться в экономическое состояние края, поднять, позволила производителям сельхозпродукции увеличить экспорт за счет курса доллара. То есть это активно. Причем, насколько я знаю по официальной информации, по итогам 2015 года производители сельхозпродукции получили прибыль в три раза выше, чем в 2014 году. Конечно, здесь сыграли свою роль и погодные условия, но и во многом сыграли свою роль экономическая ситуация. То, что, во-первых, освободилась ниша в России под нашу продукцию, мы говорим о Центральной России. Во-вторых, очень сильно освободилась ниша экспортно. Даже не освободилась, а возникла потребность в нашей продукции. Если говорить конкретно о себе, о своем опыте по этому году, я могу сказать, что активно на меня выходили в этом году китайские партнеры. Недавно вышли японские партнеры, которые желают, хотят закупать у нас продукцию сельскохозяйственную. Поэтому я думаю, что наша экономика будет только развиваться. При условии, опять же, что активная господдержка, как на уровне края, так и на уровне страны, именно сельского хозяйства. Разработаны уже различные планы поддержки под 2020 год. И благодаря этому, я думаю, наша экономика будет только развиваться. Ни в коем случае мы не начнем опять сожалеть о том, где мы живем. А вот скажите, а у нас в Алтайском крае мы сумели отойти от сырьевой зависимости? То есть сумели ли создать за эти годы производство с добавленной стоимостью? Ну, мы так сильно, наверное, не были зависимы от сырья, как некоторые другие регионы. Но, тем не менее, были. У нас богатейшие были ресурсы лесные. Соответственно, если я даже возьму по практике 2009 год, например, и 2015, если мы говорим об экспорте, то, конечно, в 2009 году большой объем леса уходил на экспорт, а в 2015 году большой объем продукции, произведенной собственными силами. То есть это все виды зерновых, растеневодство, животноводство пошло на экспорт. Мы, конечно, нельзя сказать, что мы вообще отошли от этого. Все равно у нас пока еще и лесопродукция идет за границу. Мы привыкли поставлять пока все только будем своими словами говорить, да, вагонами там. И никак иначе. Вагонами, цистернами. Поэтому для нас вот это пока еще проблема. Мы только начинаем развивать продукты, подстраиваясь под международный рынок. Но, тем не менее, у нас уже есть живые примеры, когда конкретно наши предприятия, производители заводят новые линии по упаковке продукции именно для того, чтобы повышать ее стоимость, удовлетворять рынок международный. Да, и, соответственно, увеличивать свои продажи, свою прибыль в последующем. Скажите, на Ваш взгляд, насколько сегодня сложились оптимальные условия для развития малого и среднего бизнеса на селе? Вопрос интересный и, на мой взгляд, актуальный. Потому что на самом деле пока условий для развития малого и среднего бизнеса не так много. Господдержка есть. Но, пожалуй, средний бизнес кое-где, кое в чем подпадает под господдержку. Он может развиваться. Но если говорить о малом бизнесе на селе, ну, очень сложно, практически невозможно. И я, сама, начиная свою трудовую деятельность еще в кооперации, считаю, что нам просто необходимо в регионе развитие кооперации для того, чтобы развить именно малый бизнес. Конечно, наши краевые власти стараются чем-то помочь. Не то что развитию малого бизнеса, но, может быть, каким-то частным лицам помочь реализовывать свою продукцию. Я вот точно знаю, что у нас организовываются на безвозмездной основе, предоставляются места для торговли на рынках города Барнаула для жителей сел, чтобы они могли реализовывать свою продукцию сельскохозяйственную. Но этого недостаточно. Все-таки нужна кооперация, нужны пункты сбора продукции хотя бы в более-менее крупных населенных пунктах, которые могли бы это все упаковывать, оформлять, проверять качество, готовить к реализации, иметь собственные магазины. Потребность в этом есть однозначно. Потому что если мы даже просто говорим о жителях села, ведь большинство сейчас отходит от собственных огородов, от собственного содержания животноводства. То есть никто этого уже, ну не то, что никто, но большинство этого уже не хотят. А кушать хорошую качественную продукцию хотят, поэтому приобретать они это будут все равно. Но нужно ведь вести речь о том, чтобы продукция была проверенной, качественной, чтобы никто не отравился, так будем говорить. Вот для этого как раз нужна кооперация. Это позволит и удовлетворить потребность населения, и развиться малому бизнесу. Вот здесь как раз малый бизнес был бы просто в шоколаде, так скажем. То есть они бы развивались активно, это бы очень поспособствовало. Но я думаю, что на восстановление системы кооперации как бы нужно и время, и средства, ну и в первую очередь решение чьё-то на государственном уровне для того, чтобы восстанавливать эту систему. Но то, что она необходима, конкретно в нашем регионе, это моё личное мнение, однозначно необходимо. Благодарю вас, что вы сегодня были у нас в студии. Очень такой стратегический взгляд, я бы сказала, на нашу экономику с точки зрения развития аграрного сектора. Всего доброго. Всего доброго. В 2015 году производство говядины в России, включая субпродукты, достигло рекордных масштабов. По данным Росстата, этого вида мяса было произведено почти на 17% больше, чем за 2014 год. Интересная деталь. Большая часть производства говядины сосредоточена в Сибирском федеральном округе. Это около 28% мяса. Следом идёт центральный с показателем 27%. На третьем месте Приволжский федеральный округ там аграрии произвели около 20%. Как на эти цифры могло повлиять развитие мясного скотоводства в Алтайском крае? Об этом в следующем сюжете. В 2008 году говядины от специализированных животных на Алтае было получено всего 2400 тонн. Спустя 6 лет её производство в год возросло на 12 тысяч. Вообще хотелось бы, чтобы доля говядины от мясного скота составляла, в общем, до 50%. Так, в общем-то, развиваются все экономически, промышленно развитые страны. Доля говядины от молочного скота от неё никуда не денешься, потому что молочная корова есть и имеет место быть. 50% и 50% от мясного скота. У нас, к сожалению, как я сказал, в пределах где-то процентов 12. Что это значит? Это значит, нужно это направление развивать. Алтайский край производит около 120 тысяч тонн говядины. По словам специалистов, регион может увеличить эти объёмы в два раза как минимум. Сейчас мясного и помесного скота в пределах 50-60 тысяч голов. Вырастить краевой стадо в 100 тысяч вполне реально. Для этого есть два важных условия. Племенная база и отличные пастбищные угодья. В связи с тем, что правительством объявлен курс на импортозамещение и обеспечение населения продуктами собственного производства, у мясного скотоводства, я считаю, что очень большие перспективы. Тем более у Алтайского края. Надо признать, что такие преимущества имеют редкие регионы. Подтверждением этому стало проведение в 2015 году на Алтае 60-го юбилейного совета по племенной работе с крупным рогатым скотом специалистов Сибири и Дальнего Востока. Делегаты посетили хозяйство фарм Целинного района. Мы с ними сотрудничаем. Наши совместные результаты испытывали новую породу. Стал мясной, который в тех местах, где его создавали, проявил продуктивность в 830. Здесь он за 7 месяцев дал 1331 грамм. Мы раскрыли потенциал, и я считаю, что еще далеко не полностью, потому что не совсем был совершенен и тот рацион, который мы здесь нашли. Он был лучше, чем во многих других хозяйствах Сибири, но это был еще не идеал. И я думаю, что эти животные способны дать полтора килограмма в сутки приветствия. Предприятие фарм Целинного района более 10 лет занимается разведением и совершенствованием местных пород крупного рогатого скота. В прошлом году она стала племенным заводом по разведению и выращиванию гирифордов и казахской белоголовы. Общая численность животных – более 2000. Выход телят на 100 коров – 96%. Среднесуточный привес молодняка – до 1400 граммов. Большинство животных в стадии относятся к классу элита или элита-рекорд. Привесы, конечно, у нас увеличиваются. С каждым годом все лучше и лучше становится. Я просто много ездил по хозяйствам, я видел хозяйство. Это, я думаю, самое лучшее хозяйство. В Сибири точно. Абердинов мы только начали разводить, но подсадили, нынче второй раз подсадили эмбрионов, 109 штук. Я думаю, процентов 60 получим. То есть начнем разводить. Метод трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота – достаточно новое направление. Однако оно привлекательно уже тем, что теленок, полученный таким способом, обходится почти в три раза дешевле, чем покупка животного иностранной селекции. Главное же его преимущество – телята рождаются в местных климатических условиях, а значит, более адаптированы. Мы заводим на сегодняшний день самых лучших животных, которые есть через эмбрионы. Один эмбрион стоит 800 долларов. Вместе с работой специалисты там и плюс еще куча препаратов – 1000 долларов. Но чтобы получить теленку, надо потратить 2,2 эмбриона. Не 2 эмбриона, а 2,2. То есть это выходит больше 2000 долларов, это только биопродукция, чтобы получить эмбриончик. Хотелось бы при жизни увидеть результат. Селекция наша далеко отстала от западной. В селекции, если мы хотим интенсивно развиваться, без этого нам не обойтись. Просто мы уже начали буксовать на месте, используя простые методы отбора и подбора. Уперлись в потолок, и нам нужны определенные подходы, определенные следующие этапы. Искусственные осемнения мы прошли, поэтому трансплантация эмбрионов – это был следующий этап в селекции. Известно, что птицеводство и свиноводство – быстро возобновляемые производства. Получить мясо птицы можно за 40 дней, свинины – за 6 месяцев. Это отражается и на рентабельности. А вот чтобы вырастить бычка, надо как минимум полтора года. Поэтому та селекция, которая сегодня ведется на племзаводах – это будущее товарных хозяйств. Она позволит увеличить суточные привесы. В результате животное будет расти не 2 года, а 14 месяцев. Это повышает экономику и, соответственно, дает возможность крестьянам больше зарабатывать денег. И плюс, однозначно, это вкусовые качества. То есть мы уж не говорим о стейках, но само по себе мясо. То есть выход, допустим, от молочного скота 42%, от мясного выход составляет 62%. Представляете, какая разница? И высококачественный продукт, который востребован на рынке. Среднесуточные привесы у нас никогда не получались в пределах 2 килограмм без всяких гормональных добавок. Вот последняя перевеска, которую мне вчера передали, группа отбитых эмбрионов, дала в среднем 1825 грамм, где имеются минимально 1400 и максимально 2800. Понимаете, какой потенциал генетики, не используя гормональных препаратов? Если мы эту генетику расширим и используем, то, конечно, мы в интенсификации стада шагнем вперед. Подобный опыт в Сибири применяется в единичных случаях. Поэтому результаты, полученные в алтайских хозяйствах, особенно интересны нашим соседям. Иркутская область берет в алтайском крае племенной материал. Мы уже на протяжении 7 лет берем и чернопестрый скот, и вот геррифордов берем у вас. Наши хозяйства довольны, что этот скот отселекционирован для сибирских условий. Вы, наверное, алтайцы в этом, ну, лидеры. У вас это поставлено очень хорошо, и, конечно, получить опыт ваш для нас, для всей Сибири, это очень полезно. Было все интересно посмотреть в наших реалиях, как животноводство алтайского края живет, развивается. Посмотрели животных, посмотрели технологии, посмотрели помещения. То есть, ну, есть чему поучиться. Важную роль в укреплении заинтересованности крестьян – заниматься мясным направлением. Сыграло появление в 2011 году Ассоциации племенного мясного скотоводства Алтая. Сегодня почти треть поголовья содержится в хозяйствах, входящих в это объединение. Сельхозпредприятия получают квалифицированную помощь по вопросам комплексной оценки животных, внедрения новых технологических процессов, селекционной и племенной работы. Консультанты Ассоциации выезжают в районы. Таким образом решается вопрос нехватки кадров. В прежние годы в Алтайском крае в приоритете было все-таки молочное животноводство. Впрочем, статистика последних лет показывает, что в нашем регионе появляется все больше хозяйств, которые начинают заниматься мясным направлением. Поэтому неудивительно, что животноводческие комплексы строятся практически с нуля и по современным технологиям. На площадке хозяйства фарм стройка длится практически без перерывов. Современный подход заметен с первых шагов по территории фермы. Даже цветочные клумбы однозначно говорят о другой культуре животноводства. Это здание весовое, ассиминаторское, строится по специально разработанному проекту. Здесь предусматривается осеменение коров и все необходимые ветеринарные обработки в зимнее время. Вот это здание будет теплое, там будет отопление заведено. В ближайшее время предприятием фарм будет закуплено оборудование для охлаждения мяса и его фасовки в вакуумной упаковке. Специалисты подчеркивают, свежее мясо сильно отличается от замороженного по пищевой ценности. Поэтому европейцы уже давно применяют для мяса охлаждение, а не заморозку. Здесь лучшая генетика, уровень организации работы. Находясь здесь на территории, видите, что все построено, кормовая база есть, наука сюда приезжает. И здесь поставлена задача создать селекционно-кинетический центр, который будет работать не только на Алтайский край, но и на Сибирский федеральный округ. Это большая, интересная для нас задача. Сегодня в крае 240 хозяйств занимается разведением мясного скота. Общая численность поголовья – 61 тысяча. Из них 23 тысячи – коров. По экспертной оценке, динамика этой отрасли в ближайшее время может серьезно скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса Алтайского края. Все зависит от политики государства, как они оказывают поддержку отрасли мясного скотоводца. Вы видите, сейчас процесс буксует. Потому что таких хозяйств не очень много. А если по России посчитать, то, можно сказать, совсем мало. И если у них будет поголовье накапливаться, естественно, до товарных хозяйств он быстрее дойдет. Племенные хозяйства сегодня получают хорошую поддержку в рамках программы развития мясного скотоводства. Субсидии предусмотрены и в федеральном, и в краевом бюджетах. А вот что касается товарной реализации такого мяса, в основной массе оно пока идет по общей цене с мясом от молочного скота. Впрочем, уже есть алтайские рестораторы, которые за стейковую часть готовы платить 950 рублей. Есть примеры такие. В той же Липецкой области сделали предприятие, откормившую площадку на 15 тысяч голов. Сделать сделали, а скота нет. Пришлось его за рубежа завозить туда. А мы должны создавать отрасль, чтобы вот у нас, начиная от фермера, кончая, может быть, даже частным подворьем, все это работало на цель создания отрасли. В Штатах отрасль мясного скотоводства создавалась 150 лет. И то, что мы в течение 5-7 лет делаем, по крайней мере, еще долго нам идти, такими темпами, если не будет солидной, целенаправленной работы по поддержке этих хозяйств. За 11 месяцев прошлого года птицефабрики мясной направленности в Алтайском крае произвели более 75 тысяч тонн мяса. Об этом сообщает сайт Главного управления сельского хозяйства региона. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года увеличение составило свыше 1 тысячи. О других результатах работы сельчан в обзоре журналиста краевой газеты «Алтайская правда» Кристины Ливер. Здравствуйте! Газета «Алтайская правда» продолжает рассказывать своим читателям о жизни агрария в зимой. В этот раз главными героями очередного материала Евгения Шумилова стали сотрудники хозяйства «Урожайное» Советского района. Последние три года предприятие не сходит с краевого пьедестала по надою молока. Здесь некоторые буренки-рекордсменки дают по 12 тонн молока в год или по 5 ведер в день. Такие надои сопоставимы с лучшими мировыми результатами. Именно молочное скотоводство в приоритете у руководителей предприятия. Ведь в месяц от продажи молока хозяйство получает примерно по 30 млн. рублей. Этих средств вполне хватает, чтобы покрыть потребности урожайного, развиваться, выплачивать заработную плату, выделять деньги на благоустройство села и даже поддерживать местных спортсменов. А вот в Бийской льяной компании полным ходом идет переработка сырья. В минувшем году компания собрала приличный урожай и получила прибыль в несколько миллионов рублей. Бича незначительно увеличили посевы льна и благодаря использованию более устойчивых к болезням сортов, переходу к так называемой нулевой технологии обработки почвы, смогли добиться хорошей урожайности – 37 центнеров с гектара. До начала апреля в край должны поступить порядка 50 млн. рублей на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом пишет Константин Сомов. Из краевого бюджета на это предполагается направить еще более 2 млн. рублей. Для нашего региона приоритетными направлениями являются создание и развитие потребительских кооперативов по сбору и переработке молока, а также мяса. Предусмотренные по программе гранты предоставляются на приобретение техники. Специалисты надеются, что инициативу создания кооперативов возьмут на себя руководители сельских администраций, которые расскажут людям о преимуществах гранта. На этом у меня все. До встречи. По оперативным данным районных органов управления АПК, на минувшие недели лучшая суточная продуктивность была в хозяйствах Павловского района. От одной коровы за сутки павловчане получили по 18 кг молока. Всего на 1 кг отстают хозяйства Зонального района. Замыкают тройку лидеров бийские животноводы. О людях, которые трудятся на разных производственных участках аграрного сектора, в своей рубрике, как всегда, расскажет Сергей Марков. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад нашей новой встрече и готов рассказать о достойных людях, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и которые в эти дни отмечают свой праздник. 20 января с днем рождения поздравляли Елену Пивоварову. Она профессор кафедры почвоведения и агрохимии Алтайского государственного аграрного университета. А свой путь в УЗИ Елена Григорьевна начинала от младшего научного сотрудника, ассистента. Сегодня сфера ее научных интересов – проблемы математического моделирования почвных свойств, процессов и полородия почв, оптимизация минеральных питаний растений, оценка изменений экологического состояния почв. Ею подготовлено 83 научных работы. На этой же неделе день рождения был у Юрия Безменко, главы фермерского хозяйства в Волчихинском районе. Несколько лет назад он стал участником программы «Поддержка начинающих фермеров». Юрий Александрович получил грант, благодаря которому сегодня эффективно развивает в своем хозяйстве животноводство. Для именинников в нашей программе звучит выступление Алтайского коллектива. «Поддержка начинающих фермеров» «Поддержка начинающих фермеров» «Поддержка начинающих фермеров» «Поддержка начинающих фермеров» На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok